Сегодня внимание всех мировых СМИ. Вновь приковано к корейскому полуострову. Южане, вопреки призывам международного сообщества, провели в спорных водах Желтого моря боевые стрельбы. Чем вызвали негодование Пхеньяна, окрестившего учения, цитирую, безрассудной провокацией и детской игрой с огнем. Впрочем, КНДР в итоге проявила сдержанность и не предпринимала ответных действий. Именно к этому, по сути, призывала Россия, собравшая на экстренное заседание Совет Безопасности ООН. Евгений Зубков следит за противостоянием на корейском полуострове. Едва на архипелаге Йонбхёндо расцвело, сработали сирены. По громкой связи был отдан приказ укрыться в бомбоубежищах. Внимание всему населению острова! Сегодня здесь проводятся артиллерийские стрельбы. Пожалуйста, срочно спуститесь в бомбоубежище и следуйте командам военных, полицейских и спасателей. В сгустевшемся тумане заспанные и напуганные жители послушно прили к бункерам. Там их уже встречали инструкторы, подробно объяснявшие, что и как делать. Но беспокойство людей не покидало. Всё это смахивает на ноябрьскую историю, когда нас обстреляли северокорейцы. У меня в голове всё перемешалось. В назначенный час учения, впрочем, не начались, подвела погода. А вот как только туман рассеялся, прозвучали первые залпы. Всего за 94 минуты, а именно столько продолжались стрельбы, южане выпустили 2000 снарядов. Подчёркивается, что огонь вёлся в направлении к противоположным границам КНДР. Проходящие учения законны. Они проводятся на нашей территории, в наших территориальных водах, в целях защиты нашего государства. Северная Корея должна понять, что любые провокации с её стороны будут жёстко пресечены. Строго говоря, воды в районе Йонгхёндос считаются спорными. И, планируя там учения, южане наверняка понимали, что стрельбы могут стать своеобразным казусом Белли, то есть формальным поводом к началу боевых действий между двумя Кореями. А если принять во внимание тот факт, что обе страны уже 60 лет пребывают в состоянии войны, а всего месяц назад северяне обстреляли злосчастные острова из пушек, убив четырёх человек, повод очень веский. Но Сеул всё равно пошёл на это, несмотря на многочисленные предостережения, в том числе со стороны Совета безопасности ООН. Накануне там по инициативе России было созвано экстренное заседание. Беспокоит то, что события на Корейском полуострове могут непредсказуемо развиваться уже в ближайшие часы. Разумеется, мы и в закрытом заседании Совета безопасности повторили призыв к Республике Кореи воздержаться от проведения этих стрельб и призвали к НДР не делать ничего, что привело бы к драматическому ухудшению ситуации. Впрочем, проект, также предполагающий отправку в регион спецпосланников, не приняли из-за разногласий между участниками консультации. В Хиньяне же учение назвали катастрофой, пригрозив ответным ударом, причём гораздо более мощным, нежели ноябрьский. Вину за нынешний инцидент несут США, которые науськивали свою южнокорейскую марионетку, заставив её совершить провокацию. Всё мировое сообщество, включая наших соседей, призывало не проводить учения. И только США открыто толкали Южную Корею на это. Немного погодя, КНДР, правда, сменила гнев на милость. Стрельбы сочли незаслуживающими внимания и оставили их на совести южан. Евгений Зубков, Александр Двинянин, телекомпания НТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова